коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репосты этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма сценарий телесериала в нашей сценарии мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом если вы хотите сделать это в нашей сценарии мастерской то проходите по в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой итак друзья да я хочу вас предупредить что в этот раз вы смотрите не трансляцию это не трансляция это запись я сейчас нахожусь в поездке и поэтому я предварительно записываю видео для того чтобы для того чтобы в положенное время в понедельник в 12 00 вы зашли на страницу и знали что здесь уже вас ждут и вам здесь рады значит то о чем сегодня мы будем говорить вот смотрите я у меня был был такой случай некоторое время назад я встретился встретился с одним своим другом вот и мы начали с ним разговаривать и он был просто в состоянии такое абсолютно взвинчена им такой и таком вот прям от него и скрил аж то есть эскар во все стороны неслись он был готов с официантом поругаться там милиционер мимо шел он на милиционера был готов наброситься да то есть вот он про на нас он набрасывался то есть такой вот просто этом самом да то есть что происходило с человеком человек начитался новостей то есть мы на самом деле по большей части мы живем в мире скажем так в мире в некотором смысле воображаемом да то есть да есть где-то какие-то события как-то они происходят вот эти события они на нас каким-то образом влияют вот эти события они на нас каким-то образом не влияют и мы на самом деле совершенно не там да понятно что что у нас скорее всего сейчас наху я могу предположить что сейчас находится в фокусе внимание большинство большинства нашей аудитории да но я вам хочу сказать друзья что там например текущие это надо же говорится да это же не война это там специальная военная операция да что вот текущий военный конфликт он не входит даже в тройку самых кровопролитных военных конфликтов которые происходят прямо сейчас на планете да есть гораздо боль в эфиопии например да в йемене до которых вы знать не знаете а вот поэтому вам в новостях что-то показывают да и вы считаете что это важно завтра будут показывать что-то другое вы будете считать что что-то другое будет более важно а вот инопланетяне высадится и вы мгновенно все забудете да может быть они уже высадились да и есть какие-то люди которые про это знают да но это не является новостью потому что никто этого не знает вот поэтому для каждого из нас да понятно что если например вы находитесь там близко географически близко к зоне конфликта находитесь у вас там периодически ракеты падают на ваш дом то наверное конечно в этом случае это находится в фокусе вашего внимания но опять же ну как бы это от вас зависит сели до уехали если что поэтому наше состояние зависит наше состояние настроение она в очень большой степени зависит от того что самое главное в мире из того что вернее что самое главное из того что происходит в мире что самое главное для вас то есть если у вас приоритеты вот такие это вас будет беспокоить да а есть люди такие которые все время до находят повод из-за чего попереживать сейчас переживают из-за того что там дети в африке голодают до завтра переживают еще из-за чего-то вот так ходят и вот везде все хорошо дай-ка я найду где плохо ага вот тут вот плохо вот я из-за этого буду переживать вот поэтому я считаю что главный долг человека это жизнь то есть мы обязаны быть живыми если вы видите что кто-то говорит что нет все это там что-то случилось и поэтому мы все должны там чувствовать свою вину боль и еще что-то мы все должны умереть да то есть когда психолог говорит что у него нет сил на жизнь я считаю что это профессиональное преступление до такого профессии психолога нужно лишать права заниматься профессиональной деятельностью до какой ты психолог да то есть если ты сам или сама не в состоянии жить до найти в себе ресурс для того чтобы жить да люди вон в концлагере живут и ничего не ну не не сказать что это роскошная жизнь да но они находят и там находят силы жить вот а вы начитались новостей у вас нет сил жить но я вам не сочувствую ну найдите нет сил жить найдите вот поэтому для того чтобы это было возможно нужно обеспечить себе прежде всего безопасность если вы находитесь в опасности то нужно выехать в какое-то безопасное место то есть вот если я сейчас живу там в москве например да если я почувствую что в москве стало небезопасно я минуты здесь не останусь а вот дальше обеспечить возможность заработка себе в безопасном месте не совершать действий угрожающих вашей безопасности да то есть не делать то что может вас привести к опасности вот и дальше вот в зависимости от того в каком пузыре информации вы находитесь вы в зависимости от этого и распределяете приоритеты на вот и здесь надо понять а что собственно такое происходит вот в течение последних полутора лет да кто-то считает что там тьма и мрак и жуть и ужас происходит а вот но если видеть контекст если понимать до смотреть как бы helicopter view использовать смотреть на то что и как происходило в истории смотреть на то что и как происходит вообще в мире да не один источник информации изучать да а изучать много источников информации и разных и понимать что происходит не только вот в этой точке географическая что вообще в мире происходит что в африке происходит что в азии происходит да что в америке происходит что в южной америке происходит вы увидите и поймете что происходят огромные изменения да и мир будет меняться навсегда то есть возврата к прежнему не быстрого возврата немедленного возврата не будет не ссср 20 не будет да не ничего не будет будет что-то новое будет что-то другое что мы пока не знаем да и мы в процессе этих изменений мы это все дело проживаем и надо быть готовым к этим изменениям в том числе можно нужно быть готовым к тому что например там завтра у вас не ваша профессия которая вас сейчас кормит да она вас перестанет кормить значит нужно быть готовым быстро освоить найти какую-то другую профессию вот и очень многие люди они тратят все да то есть важно смотрите вот важно да я говорю да что если вы находитесь в неком информационном пузыре который вас заставляет там в состоянии депрессии вгонять я сегодня как раз слушал лекцию и там числе прочего профессор упоминал знакомого своего который там с утра до вечера смотрел ролики экспертные на ю тубе новостные вот говорит он с утра просыпается уже еще в кровати как мы в гостинице с ним жили он с утра открывает и начинает эти ролики смотреть и он говорит все время в таком взвинченном состоянии в итоге покончил с собой да из-за из-за этого вот потому что уже как бы психика психика была разрушена вот этими постоянными новостными касаниями и он уже и он был как бы но это как бы ты подсаживаешься на это все да то есть да с одной стороны надо быть в курсе да но с другой стороны ты подсаживаешься на такое новостное порно то есть ты смотришь одни и те же новости которые как ты ничего не узнаешь но ты просто по подпитываешь эмоциональный фон вот поэтому не должно быть обратного такого что я засовываю голову под кровать и как бы не 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 обращаю внимание на то что происходит то есть очень многие люди то есть одни люди сидят и смотрят в новостях с утра до вечера и в депрессии находятся до другие люди тратят свои силы на то чтобы убедить себя в том что ничего не изменилось все будет как прежде да то есть они пытаются приспособить изменившийся мир к себе да и из-за как бы да то есть как бы смотришь да мир изменился да но ты делаешь вид что он не изменился я буду делать все то же самое и как бы ты выглядишь чудаком с одной стороны да с другой стороны у тебя все время такое когнитивное напряжение да то есть ты такой слон в комнате стоит я не замечаю слона это требует очень больших усилий не замечать слона стоящего в комнате вот при этом и те кто принимает изменения они уже тоже не вывозят да потому что масштаб изменений слишком велик он реально правда очень велик вот и что делать в этом случае да то есть как бы ты принимаешь изменения да ты тоже начинаешь просто метаться да я туда я сюда я вот это сделаю я вот этот нейросети не нейросети нфт вот мы даже прямо сейчас видим да что там типа три года назад все кинулись в блокчейн два года назад все кинулись в нфт до год назад все кинулись в нейросети и люди которые мечутся да туда туда сюда 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 да есть какие-то люди которые на этом зарабатывают да но большинство людей теряет на этом просто туда побежали там потеряли сюда побежали там пути то есть чем интенсивнее как бы ты двигаешься тем быстрее ты все теряешь вот поэтому на мой взгляд правильная стратегия такая что что можно изменить в мире да нужно изменять приспосабливая к себе что нельзя изменить в мире нужно менять в себе то есть приспосабливать себя к изменившемуся миру и нужно смотреть реально там нфт появились реально они принесли какие-то изменения в мир нет не принесли ничего не изменилось до блокчейн принес какие-то изменения ничего не изменилось нейросети принесли кажется все восстание роботов ничего не изменилось да то есть меняется что-то кажется шум весь информационный вот там а меняется что-то где-то в других местах совершенно и вот надо посмотреть что меняется вот и вот в этом главная проблема с изменениями что они происходят и вне как бы нет возможности влиять на них каким-то образом по большей части да то есть а если я не могу на это повлиять да но я все время на это смотрю я все время жду каких-то событий жду изменений да то есть утром человек просыпается хватает телефон что там случилось что там изменилось не изменилось ли еще что-то не ввели ли какой-то новый налог не не началась ли ядерная война да и возникает паттерн такой что я не могу повлиять вообще ни на что от чего зависит моя жизнь да то есть вы видите смотрите новости вы на эти новости повлиять не можете да значит и возникает ощущение я значит не могу повлиять и вообще ни на что да вот брюки постирать надо или там рубашку поменять я и на это наверное тоже не могу повлиять раз я не могу повлиять на то что там в мире происходит вот а если это ожидание изменений продлится 10 лет да то есть вот есть люди которые полтора года последние сидят и ждут изменения до этого два года сидели ждали изменений пока там изменится с коронавирусом что-то рассосется вот а до этого ждали изменений пока там финансовый кризис закончится и так далее так далее да то есть все жизнь кончена да то есть можно так всю жизнь просидеть и прождать этих изменений и вот для большинства людей именно так и будет то есть вот это так и будет для большинства людей так и просидит да то есть люди два года сидели коронавирус точно также сидели и ждали что что-то изменится да вот сейчас люди сидят и ждут что что-то изменится потом еще что-то случится инопланетяне высадится опять будут сидеть ждать что что-то изменится и жизни людей карьеры людей будущие людей они будут уничтожены не событиями не тем что что-то будет происходить а самим вот этим ожиданием изменений или ожиданием возврата к прежнему да то есть люди будут сидеть и ждать что а может быть все таки вернется там мороженое по 10 копеек нет не вернется ничего больше не вернется все будет что-то вместо всего что есть будет что-то другое вот и здесь важно не просто отказываться от информации вообще да то есть что с этим делать тогда то есть закрыться в своем дворике и наружу не выглядывать да то есть важно не разучиться обрабатывать информацию да то есть важно не разучиться принимать самостоятельные решения не разучиться действовать самостоятельно и вот что с этим делать в итоге да то есть вот я вам картину же выписал такую что блин вот хоть ложись помирает да то есть и так плохо и и так плохо да то есть что делать то мне кажется что сделал делать надо следующее нужно найти какую-то свою зону контроля да то есть что я могу делать и это зависит от меня только от меня да то есть я не могу повлиять на это не могу повлиять на это на нейросети я не могу повлиять они существуют на мфт я не могу повлиять да на новые законы о рекламы я не могу повлиять ну я попробовал в какой-то степени да могу ли я что-то сделать да я написал письмо официальный запрос через госуслуги написал письмо в госдуму в комитет по я не помню как он называется то ли по бюджету то ли по экономике который этим занимается всем написал в комитет по предпринимательской деятельности правительства москвы написал письмо от предпринимателя александра молчанова который платит налоги в этом городе что ребята вы упороли херню да вы сделали закон который по сути является там ну незаконным оборотным налогом а вот он антикости конституционный то есть сделайте что-то с этим вот я что-то сделал да вот я бы получил ответ что типа вот у нас есть рабочая группа мы работаем да спасибо за обращение мы работаем над тем чтобы это самое да я понимаю что что-то там какой-то какая-то галочка там из-за того что моё письмо появилась да какая-то еще одна галочка появится да может быть кто-то потрясая этим моим письмом сможет какие-то там решения изменения какие-то продавить вот ну я опять же да я понимаю что если я это написал да может быть еще кто-то может не я один может быть такой этот самый неравнодушный предприниматель дальше творчество да то есть что бы там ни было вы можете творить вы можете писать спорт вот я сегодня утром вышел на пробежку что бы там ни было до руки и ноги целы да я пока с этой стороны поверхности земли да значит день есть значит днем надо выйти на пробежку никто мне не может помешать ну вот когда был к вид тогда да тогда я там типа полтора месяца не выбегал на пробежку но опять же никто мне не запрещал выйти на балкон и сидеть там делать каждый день по часу делать упражнения да то есть это зона нашего контроля спорт это зона нашего контроля нет кого кроме вас это не зависит дальше общение с домашними то же самое с ребенком выйти на качель покачаться поболтать да покататься на самокатах там еще что-то с женой посидеть поразговаривать вечером чай попить да то есть это все зависит только от меня на это моя зона контроля никто не может мне помешать это делать дальше секс то же самое да опять же если там вы не там не больны и у вас есть партнер для который который там согласен с вами этим заниматься это ваша зона контроля вы можете заниматься сексом тогда когда вы захотите да то есть никто не придет не скажет не залезет вам в постели не скажет нельзя этого делать да то есть если у вас с партнером есть взаимопонимание то можно делать все все что вы захотите дальше чтение то же самое опять же никто не может не запретить читать любые книги которые я захочу вот да там возникли там какие-то сложности с логистические да но тем не менее опять же мгновенно тут же нашлись какие-то обходные пути точно также там мы из америки из англии получаем те же самые книги задержкой может быть там в три дня а вот и все читаем все все что нам надо все новинки мы получаем сразу же дальше обучение благотворительность и вот что-то еще да то есть проведите какую-то сейчас секунду ребят я дверь прикрою что-то еще что вы до проведите ревизию что вы совершенно точно можете контролировать да для меня например вот эта практическая магия наш с вами год радости я могу это контролировать да даже если я например уезжаю куда-то я могу сесть записать видео и залить это видео запрограммировать чтобы она в положенное время появилась и чтобы вы это видео посмотрели я потом буду сидеть читать ваши комментарии вот мастерская опять же да моя мастерская ни от кого не зависит кроме меня да наверное могут быть какие-то если там за задачу поставить наверно можно уничтожить мою мастерскую но скажем так ее не уничтожать проще чем ее уничтожить то есть но физически меня можно наверное убить но тоже непонятно кому и зачем это это может быть нужно поэтому вот как бы мастерская моя зона комфорта мое творчество то же самое да то есть я сейчас не зависим ни от кого то есть не от продюсеров не от издателей да то есть я пишу то что хочу хочу предлагаю там журналы публиковать хочу предлагаю там режиссером они вольны конечно принять или отказать да но там например если издательство какое-то не захочет печатать мою книгу я ведь точно также на ридера опубликую еще больше прочитают людей нежели если ее издать этим самым издать через издательство то есть смотрите важно вот что дойдет вот это давление перемен да и надо научиться это давление на себя не принимать то есть не сопротивляться не спорить ничего никому не объяснять да то есть кто-то пришел начинает кто-то вам объяснять ну вот ты должен то ты должен все до причем с двух сторон давят и в левое и вправо и ухо да обязательно кто-то там сидит и бубни что-то объяснять что ты должен делать что-то должен осуждать и объясняют снова с этими самыми с аргументами эмоционально там и так далее так далее ребят не принимайте давление на себя да то есть не сопротивляйтесь не спорьте никому ничего не объясняйте просто увольняй уклоняйтесь от этого давления сейчас секунду извините жена мне звонить да ир слушай я сейчас зависит вот прямо сейчас я записываю видео у тебя срочное что-то я не знаю пока я закончу запишу видео когда я тебе смс-ку отправлю вот то есть пропускайте вот это давление мимо себя и у меня когда там кто-то из моих знакомых у кого-то там взрывается голова и он бежит там начинает кидаться на всех и кусать кусать брызгая слюной да я просто от такого человека баню закрываю не не спорю не объясняю не пытаюсь успокаивать просто как бы ну придешь в себя когда потом поговорим вот то есть берегите себя от этого всего и соответственно вот я советую вот эту зону как бы вот эту мертвую зону до долину смерти эту себя от нее оберегать то есть закрывать новости закрывать соцсети закрывать телеграм-каналы минимизировать и если у вас она есть да то есть если вы по какой-то причине например там должны с этими новостями общаться да то я советую вам ну хотя бы на неделю сделать себе такой подарок хотя бы вот эту неделю на неделю от всего отписаться от фрэнг ленты поставить kill newsfit если вы в этом самом в фейсбуке читаете новости если вы читаете вконтакте там тоже можно закрыть все новости у меня там сколько у меня типа там вконтакте чуть-чуть типа сколько-то там больше 60 тысяч подписчиков но друзей 4000 причем я их когда только перешел в контакт я всех добавлял потом в какой-то момент я чувствую что все это волна уже как бы нахлынувает да надо остановить вот 4000 набралось я остановил дальше новых я никого не редко очень добавляю кого-то знакомых только если вот и я их не читаю никого то есть я они все вся новостная лента я читаю там четыре сообщества вот опять же если мне интересно будет у кого что-то происходит я зайду и прочитаю вот почему потому что ну можно утонуть под этой волной новостей не ранжированных да то есть это такой хаос информационный хаос не ранжированный да там нет иерархии вот поэтому как бы не вы выбираете не вы принимаете решение что вам читать вот от этого от этой от этой не ранжированный хаотичной информации нужно себя оберегать оставьте себе там одну-две страницы которую вы читаете мою например вот и если например вы через неделю попробуйте неделю да и если вы поймете что а нет все-таки мне вот этих новостей не хватает ну подпишитесь обратно это это не трудно это недолго вот и в итоге собрать себе какой-то новостной пул да не очень большой который можно там за три за пять минут прочитать и ограничить время когда вы это делаете да то есть например не чтоб не все время вы сидели и ждали там обновиться появится новость какая-нибудь или нет а чтобы например там в какое-то время раз или два дня строго в определенное время да вы садитесь и смотрите там не больше десяти минут это все и это очень-очень помогает это прям вот ну вот когда я ограничил новости свои для себя да понятно что там какое-то время просто там сидишь и обновляешь все время вот и я понял что нет все это это безумие да я их очень там четко ограничил там буквально три-четыре источника и смотрю их тоже строго в определенное время вот сразу же стало очень легко и хорошо да то есть ты как бы нас настраиваешься до надеваешь скафандр химзащиты заходишь в эти новости читаешь снимаешь строкам скафандр химзащиты и дальше идешь другими какими-то делами заниматься то есть они тебя не захватывают врасплох так вот как бы ограничить влияние вот этого негатива второе что я советую сделать и это самое главное это создать свой дворик радости и вообще да вот для нас с вами что что такое дворик радости да это место какое-то как куда вы каждый день приходите для того чтобы испытать радость например вот мы с вами делаем каждое утро фотку с улыбкой это дворик радости вот для меня это просто кайф да то есть я даже я то есть ну я умом понимал какое действие будет от от этого как бы приема от этой техники но я не ожидал что это настолько будет эффективно работать то есть но она это реально классно я думаю что я просто и всегда буду это делать и после окончания этого года радости вот когда ты я потом приезжаю с ребенком приезжаю в школу фотографирую сделаю улыбку пока он там на качели качается и дальше сижу листаю смотрю остальные улыбки это это кайф да это дворик радости вот то есть что это такое что такое дворик радости у него есть определенные характеристики да и вот этот дворик радости это такой пробник наша с вами улыбка утренняя да это пробник дворика радости. Это принцип, по которому можно создавать себе в течение дня такие... Их может быть несколько. Они могут быть разные, эти дворики радости. Первое. Это ежедневное действие. Что-то, что вы делаете ежедневно. Моя пробежка, например, ежедневная. Это дворик радости. Для кого-то, не знаю, прием ванны, например, может быть двориком е-радости. Для кого-то выпить чашку кофе будет дворик радости. Для кого-то на балконе 5 минут посидеть, вниз посмотреть. Для кого-то кота погладить. Для кого-то любимого человека пообнимать. Спину почесать или еще что-то. Я не знаю. У каждого свое. Просто это можно делать осознанно. Если у вас этого нет, проведите ревизию. Есть ли у вас такой дворик радости? То очень тяжело. Нужно что-то... Вы через день идете, сквозь день свой идете. И там постоянно должна быть возможность каждые 2-3 часа зайти куда-то в свой дворик радости. Первое. Ежедневное действие. То, что вы это делаете каждый день. Второе. Что это приносит радость. Что это не натужная какая-то обязанность. То есть, мы фоткаемся, фотки выкладываем. Это обязанность. Но она приносит радость. То есть, это ты делаешь по кайфу. Дальше. Это надежно защищено. Никто не может у вас это разрушить. Никто не может у вас это отнять. Никто не может туда прийти и наблевать в этот ваш дворик радости. То есть, это только ваше. Вернее, не только ваше. Оно защищено от негативного вторжения. И там есть другие люди. То есть, да, это может быть какое-то одиночество. Но реальную радость это будет вам приносить, если там есть какие-то другие люди. И, кстати говоря, я очень внимательно слежу за защитой нашего комьюнити. Я читаю все комментарии. Например, если я вижу, что кто-то начинает что-то другим людям начинает в комментариях писать, я человека сразу очень быстро очень быстро баню, очень быстро убираю. Да, то есть потому что люди должны чувствовать себя в безопасности, когда они приходят в это наше пространство. И я отвечаю за эту безопасность людей. Вот. И я думаю, что если бы у каждого человека в мире был такой дворик радости, то все были бы счастливы. не было бы никаких конфликтов, не было бы никаких войн, все было бы хорошо. Вот. То есть мы каждый день находим повод чему-то порадоваться. По сути. Вот. И я вас в эту неделю, да, я вас попрошу в каждом деле, которым вы занимаетесь, найти свой дворик радости. То есть вот очень часто бывает так, что мы видим, допустим, какое-то новое дело. Да, например, вот человек работал с журналистом. И ему кажется, ну хорошо, вот человек приходит только в профессию журналиста, да, и ему кажется, блин, вот в профессии журналиста прекрасно абсолютно все. Вот я приходил, когда в журналисты, потом ты начинаешь работать. И понимаешь, что там и вот такие недостатки есть, и сякие есть недостатки, и вот этакие вот, да, ненарвинированный рабочий график. Там все, тебя могут в любой момент сорвать, сдернуть, послать куда-то. Переработки сумасшедшие, да, при этом, может быть, сейчас ты работаешь как сумасшедший, да, завтра ты приходишь на работу, и у тебя как бы ничего нет, задания нет. И ты сидишь, время уходит, как бы ты понимаешь, что ты ничего не заработаешь, просто ничего не напишешь. Вот. Может просто там не писаться, например, может быть такое состояние, что вот вообще не из чего, нечем писать, а надо. Вот. Там с коллегами могут быть конфликты какие-то, да, то есть журналисты подчиненные, у тебя редактор, редактор над тобой сидит, как бы редактор твой хозяин. Вот. И в каждой профессии есть постепенно ты как бы радости и уходят из профессии, да, то есть они перестают радовать, да, и ты уже с рутин, так вот спокойно относишься, рутинно, да, то есть, ну вот я не знаю, можно, могу пример привести, да, например, я понимаю, что для кого-то, например, увидеть свою фамилию в газете, да, это там радость. Вот. Но когда у тебя выходит, там, ну не знаю, несколько тысяч статей выходит за твоей подписью в газетах, то ты уже к этому начинаешь, то есть все, радость из этого уходит, да, то есть ты как бы, ну первая книга выходит, радуешься, вторая книга выходит, радуешься, да, тридцатая книга выходит, ну так плечами пожимаешь, так же как постановки в театре тоже, первая была радовался, второй радовался, да, сейчас, когда мне кто-то пишет и говорит, вот театр, хочет там пьесу вашу поставить, я такой, блин, опять писать этот самый, ну надо там документ писать для, для Рао, вот опять, это же надо там его опять найти где-то бланк, где-то он у меня там сохранен, надо нажать кнопку, распечатать, надо там расписаться в одном месте, надо отдать, чтобы жена сосканировала, надо отправить, это же целых там, целых три минуты действий каких-то нужно сделать, да, то есть, а сам факт постановки очередной там 115-й меня никак, не то что никак не радует, да, ну как бы он вообще никаких эмоций не вызывает, вот, точно так же там публикация в газете, вот, прошло, на прошлой неделе вышло большое интервью Евгения Черныха в комсомольской, в комсомольской, со мной, в комсомольской правде, в Толстушке, да, про Ефимова, Григория Ефимовича, карикатуриста великого, мы просто с ним были дружны, одно время, он там сотрудничал в Крокодиле, когда я там работал, и вот, значит, сделал он большое интервью к юбилею, скольки-то там летию, значит, интервью на разворот в комсомолке Толстушке, то есть, если бы мне кто-то в 95-м году сказал, что выйдет интервью со мной на разворот в комсомолке Толстушке, да, я бы сказал, что ну все, жизнь удалась, как бы больше ничего не это самое, вот, а тут я забыл про это, то есть, он мне в среду позвонил, сказал, что вот, типа, выходит интервью, и я забыл про это, то есть, я мгновенно, в это же мгновение забыл, вот, и в пятницу вспомнил про это, ну блин, там же интервью вышло, надо газету купить, вот там подошел, купил газету, да, то есть, то есть, это не, я не то, я не хвастаюсь, да, я показываю, как меняются приоритеты, то есть, то, что там, в какой-то момент для тебя, может быть, просто, огромную радость, какую-то доставлять, вот, после того, как ты много-много раз это делал, да, после того, как ты много раз видел свою фамилию в газете, это перестает доставлять радость, вот, и, соответственно, что надо делать, нужно понять, а что, найти что-то другое, что будет радовать, в этом деле, да, то есть, например, там, конкретно в этом деле, мне, например, очень порадовал просто вот разговор с коллегой, то есть, когда он мне звонил и брал это интервью, я получил огромное удовольствие, от разговора с хорошим, умным, внимательным коллегой, который интересуется, как бы, разбирается, там, и так далее, и так далее, вот, я от этого получил удовольствие, от того, что там фамилия в газете появилась, никаких эмоций, от разговора с Черныхом огромная радость, огромное удовольствие, да, то есть, и вот так в каждом деле, да, то есть, сценарное мастерство, то же самое, там, на начальном этапе одни вещи радуют, на дальше уже другие совершенно радуют, то есть, это может радовать гонорар, может радовать своя фамилия в титрах, да, то есть, вот обязательно в каждом деле, которым вы занимаетесь, найдите дворик радости, то есть, я почему это называю двориком радости, да, то есть, его надо определить, То есть, это должно быть какое-то конкретное место, и его надо огородить. Ну, место, в смысле, метафорически. То есть, вы знаете, что это вот здесь. Вот этот вид деятельности, это мой дворик радости. И я его огоражаю, огораживаю, чтобы никто мне этот дворик не сломал. Например, есть там новостные телеграм-каналы какие-то, и среди них есть чат. У нас есть чат на 4 человека. Я моя жена, наша подружка и ее муж. И мы 4 человека туда пустим фотки мемов про котов каждый день. Вот наш дворик радости в телеграме. Я знаю, что мне всегда, я с удовольствием захожу в телеграм, не потому что я опять узнаю, случилась атомная война или не случилось. Я увижу, там есть мой дворик радости. Там есть обязательно какое-нибудь смешное видео или какой-нибудь смешной мем про кота. Я удовольствие от этого получу. Итак, друзья, домашнее задание сегодня на эту неделю провести ревизию своих двориков радости. То есть, если в какой-то области вашей деятельности, особенно если в той области, которая для вас основная, если там нет дворика радости, заведите там этот дворик радости. Вот то, что я вам хотел рассказать на этой неделе. Следующий урок у нас пройдет по графику в следующий понедельник в 12 часов в прямом эфире. Напоминаю, что идет у нас набор в мастерской на онлайн-курс сценарий телесериала. И если думно, то проходите по ссылке. Ссылка у вас перед глазами. Подавайте заявку и займите же уже место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Все. Спасибо. Счастливо. Увидимся на следующем.